Свежее утро на радио Спутник. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы говорим об алекситимии. Я напомню слушателям, что это не затруднение в передаче в описании своего состояния, дословный перевод без слов для чувств. А, ну, соответственно, алексис и чувства. Я, знаете, вспомнил анекдот старый бородатый, когда мужчина побывал первый раз в командировке, он из какой-то там глубинки побывал в командировке, например, во Франции. Вот он приехал, а жена ему говорит, Вась, ну, расскажи, как там, как там в Париже? Он говорит, вот, Люсь, представляешь, идешь прямо перед тобой, я буду перефразировать, ну, так, чтобы прилично было. Идешь, видишь, ну, просто обалдеть. Направо повернулся, ну, просто, ну, рехнуться. Направо, ну, просто офигеть, что там. А жена плачет, он говорит, Люсь, ты чего плачешь? Она говорит, красотища-то какая, Вась. Да. Вот имеет ли это отношение к алекситимии? Ну, вы знаете, наверное, в каком-то смысле, да, это имеет отношение к алекситимии, но это не самый, скажем так, не самый тяжелый случай, да, потому что алекситимия — это когда ты не можешь выразить, описать словами свои чувства, и то, что вы рассказали, это, конечно, тоже неумение описать словами свои чувства, но это все-таки очень хорошая передача своего эмоционального состояния, да, в то время как алекситимики часто, ну, вообще не могут передать свое эмоциональное состояние. Они хорошо могут описать какие-то, ну, как ощущения, что ли, да, холодно, тепло, жестко, мягко. Они много говорят про то, что делают. Не в смысле того, что они много делают, а в смысле они описывают вообще, в принципе, контекст какой-то, ну, вот то, что они рассказывают, да, они описывают через действия. Я пошел, я встал, я сказал, да, там, я ушел, я подумал. Через мысли много тоже описывают. Хорошо, вот Анна, вот скажите, пожалуйста, это же ведь не говорит... Если они не в состоянии описать, возникает, во-первых, вопрос, а зачем ему, да, описывать или передавать кому-то свое эмоциональное состояние? Это первый вопрос. А второй, основной, если они не могут описать, это же не значит, что они не испытывают этих чувств или эмоций? Ну, конечно, это не значит, что они не испытывают этих чувств или эмоций, но это значит, что они их не переживают, понимаете? То есть, как бы, они, конечно, их испытывают, но они их испытывают на бессознательном, как мы говорим, уровне. То есть, безусловно, эмоциональные, как реакции, они обязательно у человека проходят. То есть это та вещь, которая нам дана изначально, ориентироваться в эмоциях. Эмоции — это те, скажем так, природой нам данные правильные маркеры поведения. То есть как проходит вот этот процесс нашего, скажем, функционирования. Что-то случается, например, громкий звук, или тебе что-то сказали, или тебе улыбнулись, то есть что-то произошло в окружающем мире. Ты по этому поводу испытал какую-то эмоцию, как реакцию. И в соответствии уже с этой эмоцией ты начинаешь как-то себя вести. Ну, потому что, скажем так, на один и тот же звук кто-то испугается и убежит, например. Кто-то пожмёт плечами, потому что для него это не страшно и не громко. Кто-то, наоборот, разозлится. Он услышал громкий звук, повернулся, а там, не знаю, кто-то его разбудил, например. И он будет злобно реагировать на этого человека. А зачем это описывает? То есть на самом деле получается, ну, не уж получается, а, собственно, это так и есть. Эмоция — это адаптивный механизм. То есть когда ты её чувствуешь, переживаешь, в соответствии с этой эмоцией ты себя как-то ведёшь. Вот ведёшь себя быстро, потому что подумать в это время некогда. Да, как бы сказать, ну, если с точки зрения инстинкта самосохранения рассуждать, подумать в это время некогда. Вот, соответственно, ты испытываешь какую-то эмоцию, ты понимаешь правильную ориентировку, условно говоря, да, такая ориентировочная реакция, как тебе себя вести. Поэтому если ты не отслеживаешь эту эмоцию, то есть ты, как бы сказать, ты понимательным аппаратом, когнитивным аппаратом начинаешь думать, да, вот это звук, а что это такое было, а как это вот правильно мне на него отреагировать, то ты не быстро ориентируешься в ситуации и на самом деле не всегда правильно, потому что эмоции не обманет, а наш собственный разум иногда нас обманывает. И в этом, собственно, и есть, ну, в каком-то смысле опасность, а в каком-то смысле для своего организма это не очень полезно, когда ты свои эмоции не переживаешь, они всё равно где-то там у нас бродят. Но разве, вот, Анна, простите, я всё равно не понимаю, если ты их чувствуешь, ты же их переживаешь, в том смысле, ты же всё равно испытываешь что-то, гормоны, что-то происходит с гормонами, с нейронами что-то происходит, но, то есть ты их фактически переживаешь. Это же ведь как разговор, знаете, там, простите меня почему-то опять эта история, там, с матом, да, ударил себя молотком по пальцу, и вместо того, чтобы выругаться и закричать, ты говоришь, видите ли, в чём дело, господа, да, я, да, испытал сейчас... Да-да-да, кстати, на лекситимической реакции. Да, или про футбол то же самое, да, какой неуклюжий футболист, ну надо же, да, надо было целиться, целиться чуть-чуть левее, да. Вот вы совершенно хорошо сказали про гормоны и про всё остальное. Вы её, конечно, организмом переживаете, почему среди лекситимиков так много психосоматики, потому что, конечно, гормоны как-то меняются. А вы, кстати, вот вы, ну, например, действительно разозлились, уронили молоток, вот, а на уровне сознания вы, ну, не чувствуете вот этой, не знаю, злости или чего-то такого. Но, тем не менее, организм, который получил по ноге молотком, безусловно, это всё, как вы говорите, чувствует на уровне гормонального фона, изменения нервных каких-то связей, да, там. То есть это происходит внутри вас, но не происходит как бы вовне. То есть вы как бы не выражаете эту эмоцию, потому что на уровне сознания вы её не очень переживаете. А при этом гормоны работают. Это связано с тем, что мы не в состоянии распознать, вот тут тоже наша постоянная слушательница спрашивает, алексиметики, эмоциональные дальтоники. То есть мы не можем распознать, либо это дальтонизм, когда мы путаем, одно называем другим. Это, скажем так, нарушенный контакт со своими эмоциями. Поэтому я думаю, что здесь, ну, какое-то сравнение с дальтонизмом, наверное, даже очень интересное. То есть как бы дальтоник не различает цвета, алекситимет не различает эмоции. Ему крайне сложно, там, например, даже когда ты спрашиваешь, а сколько эмоций вы знаете, он называет, ну, четыре, как всегда, радость, грусть, страх и гнев, да. Четыре базовые эмоции, которые все могут назвать. Дальше у него спектра нет, у него нет, скажем так, развлечений этих эмоций, ну, по нюансам, да, по нюансировке какой-то. Вот. И в этом, наверное, можно сравнить их с дальтониками. Но на самом деле это нарушенный контакт со своими эмоциями. Это те дети, скажем так, да, те взрослые, которые, когда были детьми, не были поддержаны в их эмоциях, на их эмоции не реагировали родители или запрещали эти эмоции. Ну, например, говорили, ты плохо себя ведёшь, так нельзя. Вот. И всё. И не откликались на то, что в этот момент малыш, там, не знаю, злится или обижается, или раздражается, или ещё что-то такое. То есть они поняли, скажем так, да, поняли закавычено, они поняли, что эмоции и выражения эмоциональные, они не просто не нужны, но и часто порицаемы и запрещаемы. И человек маленький начинает расти с тем знанием, как бы, что во взрослом мире и вообще в этом окружающем мире не надо опираться на эмоции. Более того, опираясь на эмоции, ты, скорее всего, получишь какую-то негативную обратную связь. А надо опираться на рассудок, на рациональность, надо опираться на, может быть, какие-то хорошие дела, то бишь поведенческие какие-то свои поступки, решения. А эмоции надо, как мы говорим, вытеснить, да, вот так, вытеснить. Но даже не переживать, не чувствовать, потому что если ты её переживаешь, а на неё нет отклика, а ещё более того, на неё негативный отклик, она бесполезна. А человек всё-таки существо очень адаптивное. Раз она бесполезна, не нужна уж, тем более, если она приносит какие-то... Анна, скажите, пожалуйста, а это как-то лечится, и надо ли это лечить? Вот я прочитала интересное исследование, итальянцы лечат алекситимию запахами, какими-то яркими, приятными, неприятными. Чтобы распознавать спектр, да, такое у вас, значит, интересно. Да, эмоции, запахи связаны, и они так лечат. Как вы лечите? Как вы лечите, допустим? Вы знаете, ну, как бы сказать, лечить, ну, опять закавычено, лечить её, конечно, надо, потому что, как я говорю, когда не идёт переживание на внешнем уровне, то вот это внутреннее изменение гормонального фона приводит к определённым психосоматическим заболеваниям, да, поэтому среди них очень много психосоматиков, и лучше для себя здоровее гораздо переживать эмоцию, чем разрушать своё здоровье. Вот, поэтому надо. Что касается лечения, понимаете, алекситимия — это не болезнь, алекситимия — это как симптом, понимаете, как высокая температура. Это вы не можете лечить высокую температуру, вы должны лечить заболевание, которое приводит к высокой температуре. Вот, и алекситимия — это симптом. Естественно, да, психологи разговорным жанром возвращаемся в детство, пытаемся понять, почему, когда и как человек отказался, опять закавычим, это, да, маленький человек отказался от вот этого пути познания и контакта с миром, как выражения своих эмоций, и каким-то образом немножечко, да, возвращаем им, скажем так, к развлечению цветов, если сравнивать это с дельтагизмом. Знаете, вот, да, и тут проблема, конечно, опять возникает вот этих традиций человечества. Чопорные англичане, не холодные, да, у которых не принято показывать свои эмоции. Или итальянцы. Или наоборот, да, эмоциональные итальянцы, которым вообще плевать на все. И у нас ведь тоже такая история есть, да, что неприлично показывать общество. Не плачь, не плачь. Что ты, как девочка, да, там говорят мальчику, там, или ты должна скрывать свои эмоции, ты не должна показывать, что ты его любишь. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. И разные вот эти вот паттерны, формулировки, которые у нас с детства в голове, в общем, насколько это критично. 20 секунд у нас, Анна. Ну, я вам могу сказать, хотя бы даже статистически, да, итальянцы чувствуют себя субъективно счастливее, хотя уровень жизни, мы сами знаем, что в Норвегии и Швеции гораздо выше, чем в той же самой Италии или Испании. Южные народы, эмоциональные народы, живут в среднем дольше. Брак у них держится дольше. Спасибо большое. Чувствуют себя субъективно счастливее. Спасибо. Психолог, руководитель психологического центра на Волхонке Анна Карташова убеждала на, что быть эмоциональным это хорошо. Спасибо большое. Лена Голещинская, Алексей Тимофеев.